МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Должно быть доступно для всех. Проблемы детей с особенностями развития обсудили на муниципальном уровне. Мы сделаем все для того, чтобы наш город был одинаково приятен, добр и комфортен для любого, для каждого взрослого и каждого ребенка. Благодаря выездной бригаде врачей попасть на прием к узким специалистам стало гораздо проще. Очень удобно, и спасибо большое, кто это организовал. Более 20 команд приняли участие в футбольном турнире «Удар в девятку». Совещание с участием предпринимателей и представителей общественных организаций провела заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. Поводом стал вопиющий случай, который произошел в одном из кафе «Видного». Ребенку с особенностями развития и его маме было отказано в обслуживании. Собравшиеся обсудили, какие шаги необходимо предпринять, чтобы особенные дети и их родители не сталкивались с подобным отношением. Небольшой зал для заседаний в здании администрации Ленинского городского округа на этой встрече едва вместил всех участников. Причину созыва совещания озвучила заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова. В одном из наших учреждений питания, общественного питания, на территории Ленинского городского округа, маму и ребенка-инвалида с сочетанными диагнозами, аутизм, ДЦП и еще какие-то диагнозы, попросили покинуть кафе. Дорогие друзья, мы сделаем все для того, чтобы наш город был одинаково приятен, добр и комфортен для любого, для каждого взрослого и каждого ребенка. Специалисты по реабилитации и социализации детей с особенностями развития рассказали несколько простых правил для общения с такими детьми, а также объяснили коммерческую выгоду от соблюдения этих правил. Если такой ребенок ходит в какую-то парикмахерскую, ему там нравится, или в тот развлекательный центр, то он будет ходить туда всегда. Он не будет спрашивать мнений, отзывов. Он будет ходить к вам всегда. Это ваша постоянная выручка. Главная проблема, пути решения которой были сформулированы на совещании, состоит в том, что многие работники заведения общественного питания не готовы к встрече с особенными детьми. И здесь на помощь бизнесменам готовы прийти опытные специалисты. Можно было бы собрать вот эту тему особо, осветить, собрать руководителей предприятий. И ваши же сотрудники, да, они тоже могли бы пользоваться нашими консультациями, потому как мы специально уже на этом специализируемся не один год. Еще одно слабое звено системы в том, что большинство предприятий просто не приспособлены к обслуживанию таких людей. Решение этой проблемы, по мнению собравшихся, в создании действенных стимулов для бизнесменов. Если нужно разработать какой-то единый маршрут, да, мы со своей стороны, как организация, которая объединяет вокруг себя предпринимателей, давайте пообщаемся и жителям покажем, что вот именно вот эти предприятия, там, общественного питания, спортивные учреждения готовы брать таких детей и на занятия, и на какие-то дополнительные мероприятия. Если у вас, уважаемые телезрители, есть предложения или пожелания по вопросам, которые обсуждались на совещании, вы можете позвонить по телефону, указанному на экране, и поделиться инициативами. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Не всегда бывает удобно добираться до поликлиники, особенно если живешь далеко от нее. Но благодаря работе выездных бригад врачей можно попасть на прием к узкому специалисту. О преимуществе такого способа расскажет Дмитрий Книга. Выездные приемы врачей ВРКБ узкой специализации проводятся на регулярной основе в отдаленных точках муниципалитета. Не всем жителям удобно ехать в Видновскую поликлинику, но у них есть возможность записаться на прием к врачу вблизи от дома. На этот раз мобильная бригада выехала в офис врачей общей практики в Расторгуеве. Было очень удобно посетить сразу четырех специалистов, которым можно было записаться и заранее. То есть мы пришли, и мы уже были с талонами. И поэтому очень удобно, и спасибо большое, кто это организовал. Чтобы попасть на прием, необходимо было заранее записаться по телефону 122 или у участкового терапевта. В Расторгуеве пациентов ждали эндокринолог, отоларинголог, хирург и невролог. Мы работаем по расписанию. Четыре человека в час. С девяти до часа расписание открыто. Людей записывают предварительно. Выездные бригады у нас, ну если в частности касаемо моей работы, то получается где-нибудь раз в два месяца я приезжаю. Либо это амбулатория Куперенко, либо Расторгуева. Мария Бойкова обратилась к неврологу с болью в спине. После консультации были получены рекомендации и назначено лечение. Также Мария посетила и остальных специалистов. Расторгуево очень удобно, потому что территориально живем в Сухану. Очень удобно, не надо ехать на нескольких автобусах. Все врачи сегодня здесь. Эндокринолог, хирург, невролог. Узнать о расписании работы мобильных бригад можно в социальных сетях Видновской районной клинической больницы. Подходит к концу вторая учебная неделя. Еще не все первоклассники адаптировались к новому распорядку дня. Наши постоянные рубрики «Видновчане об этом» школьники вместе с родителями поделятся своими впечатлениями о новой жизни. С первым школьным звонком первоклассники вступают во взрослую жизнь. К этому ответственному моменту в каждой семье подходят по-разному. Мы побывали около Видновского художественно-технического лицея и узнали мнение тех, для кого школа только распахнула свои двери. Расскажи про школу. Как тебе взялась? Нормально, очень хорошо. Там очень хорошо, очень вкусно кормят. Особенно на обеде. Там очень хорошая физкультура, мне она очень нравится. Конечно, моменты волнительные очень, потому что внук у меня единственный. И всей семьей мы готовились к празднику. Это великое событие. Но и до сих пор, если сказать честно, мы не можем прийти в себя и понять, что да, мы уже взрослые, мы ученики. Я еще не привыкла рано вставать. Еще так, но чуть попозже встаю. Ну, а так иногда рано встаю. Как тебе в школе? Расскажи. Хорошо, у меня много друзей. Я очень рада, что я пошла именно в 6 лет, в первый класс. И хочу все время учиться. В школе готовились очень спонтанно, потому что Агате еще нет семи. Я очень долго думала, отдавать ли в этом году в школу или все-таки подождать. Поэтому получилось, ну, как-то все очень быстро, все быстро покупали. Но она очень хотела, очень хотела, вот для нее, как бы, что вот она будет первоклассницей, это такой уже другой статус. Мы ходили на подготовку целый год к учителю. И к этому же учителю мы и пошли в первый класс. С нами в группе в одном классе пошли наши одногруппники по детскому саду. Нужно учиться на хорошей оценке, делать все хорошо. Нужно не только отдыхать, еще работать когда-то. Я не скажу, что долго готовились, но мы так вот из-под довольки постоянно вели такие вот разговоры. Дима, скоро будет, да. Вот скоро будет, придется вот режим, тут немножко будет по-другому. Ну, конечно, это воспринималось все, ну, будет и будет. А вот теперь оно настало. И теперь работаем, работаем. У нас все получится. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. На стадионе «Металлург» прошел турнир «Удар в девятку». В соревнованиях приняли участие более 20 команд из школ Ленинского городского округа. Подробнее о футбольных баталиях в сюжете Натальи Буслаевой. По-настоящему летняя солнечная погода в середине сентября стала прекрасным подарком для участников турнира «Удар в девятку». Настроение праздничное и настрой только на победу. С каждым годом число юных спортсменов, сражающихся за звание лучших в главных футбольных соревнованиях округа, только увеличивается. Уровень вырос уже даже в том году и позапрошлом году. Он постоянно растет, потому что и работает из Дюшор Олимп, работает видное развитие, и ребята учат в своих школах. Мы приветствуем, чтобы люди свою честь школы отстаивали. Так что здесь и профессиональные футболисты, которые занимаются футболом, и те, кто, может быть, первый и последний раз в таком соревновании примет участие. Поэтому очень демократично. Ребята с огромным стремлением хотят участвовать в подобных турнирах, потому что это нравится, это делает и закаляет молодых ребят. Причем турнир проходит в различных возрастных категориях и номинациях. В этом году в турнире приняли участие 22 команды из образовательных учреждений муниципалитета. Видим, что интерес к «Ударов в девятку» у всех школ растет. То есть школы заявляют по два, по три, по четыре возраста. Чем больше возрастов мы готовы принять, тем больше у нас появляется участников. Естественно, мы растягиваем теперь этот турнир в несколько дней. Раньше когда-то мы проводили в один, в два дня, а сейчас это уже несколько дней полноценных. Ребята все на стадионе «Металлург», на хорошем газоне. В первый день соревнований на поле стадиона «Металлург» вышли футболисты двух возрастных групп 2009 и 2010 годов рождения, а также 2011 и 2012. К турниру готовились очень долго, все время треновались на поле. И сейчас делаем результат, три раза выиграли. Первый матч уверенно, второй тоже. И сейчас в полуфинале постараемся выиграть, чтобы золото взобрать. Школьники сражали за победу как настоящие профессионалы и порадовали болельщиков захватывающими игровыми моментами. Тимофей Музалевский, учащийся в Видновской гимназии, признается, что его команде не хватило сыгранности, которая была главным преимуществом их соперников из второй школы. Они как бы очень уже давно играют и в принципе они все фактически представляют одну секцию. Поэтому они нас просто за счет сыгранности и хороших перепасовок они нас обыграли. Ну вот, а второй матч мы вели 2-1 и на последних минутах нам забили гол. Очень хороший гол дальним ударом в девятку. Многие участники турнира посещают спортивные секции и в будущем хотят стать профессиональными футболистами. А некоторые просто ради интереса, как Кирилл Моисеев, чтобы поддержать своих одноклассников. Наша игра мне понравилась, потому что у нас было 2 матча. Первый матч нам попалась очень сильная команда, мы проиграли. Второй матч нам попалась команда равная нам, мы с ней сыграли в ничью. По результатам двух матчей мы не вышли из группы, к сожалению. Но чуть не повезло, что жеребегка нам. В полуфинал вышли команды из 2-й, 7-й, Молоковской и Развилковской школ. В пятницу будут сыграны матчи младших возрастных групп. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова